Это устройство шлифует оптические детали ионами, создавая идеальную поверхность, которая в работе не даст искажения. Автор Евгений Трунин называет его прорывным, впрочем, таких изобретений у него более 50. Научной деятельностью физик-практик занимается уже полвека. Когда я поступал в институт и выбирал свой жизненный путь, я решил стать физиком. Поступил в соответствующую специальность в Рязанском радиотехническом институте инженер-физик. И, собственно, начал работать в этой области под руководством хороших физиков. Изобретать я начал практически сразу тоже. Я начал заниматься сверхчистыми металлами. И начал изобретать. У нас получилось. У нашего коллектива, в котором я работал, получилось получить самый чистый галлий в Советском Союзе. А еще самый чистый алюминий и мышьяк. Такие металлы используют в электрических приборах. Среди изобретений Евгения Трунина еще и различные покрытия. Упрочняющие, инертные, антикоррозионные. Есть и такие, которые позволяют продлить срок службы деталей автомобиля, уменьшая трение. Несмотря на успехи, все-таки не все научные цели еще достигнуты, говорит изобретатель. Сейчас он работает над коллайдером. Есть встречные пучки ионов водорода диетерия. Настречу друг другу в стеклянном кольце, в кварцевом кольце. И, значит, под действием импульса по двум разным веткам этого кольца ионы сталкиваются между собой на протяжении всего этого кольца. Сфера интересов Евгения Трунина буквально безгранична. Есть свое ноу-хау даже в косметике. Например, крем с ионами серебра и электролитами, который заживляет ранки на коже. Впрочем, пока это весьма скромное дополнение к вечному двигателю, ионной пушке и сверхпрочному сверлу. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».